Чемпионство Премьер лиги Это совершенно другое Тут 38 туров, в которых нет Проходных игр И из тура в туру нужно доказывать свою состоятельность Есть множество способов добыть титул Обыграть прямых конкурентов Добывать очки с клубами из первой шестерки Или набирать форму в определенный момент И по максимуму пополнять свой очковый запас На деле получается, что титул приходит к тому Кто сможет выбрать одну из трех схем И по возможности выиграть другие игры Ведь есть разные способы Кто-то ставит на домашние игры или гостевые Сейчас футбол стал немного шахматами Где тренеры считают и подсчитывают Чтобы в мае получилось и того больше, чем у остальных Давайте посмотрим, например, нескольких представителей АПЛ Их результаты и перспективы Арсенал Видно, что канониры часто набирают очки С командами-середняками из низов И не сказать, что подопечные Арсена Венгера стали домашней командой Как это было в начале 2000-х Все помним поражение лондонцев на Эмиратах в первом туре от скромной Астон Виллы Планы они выполняют прекрасно Кроме как осечки с Виллой и ничего, если с Бромой и Сау Гептоном в гостях В принципе все остальные очки они забрали Когда-то матчи с прямыми конкурентами они проводят средний Поражение обоим Манчестером, причем от синих было совсем все печально Но дальше обыграны прямые конкуренты Ливерпуль, Тоттенхем и ничья с Челси и Эвертоном Все в Савакуусе приводит Арсенал на вершину таблицы Многие говорили о неконкурентноспособности молодежи Венгера А они с таким темпом набирают очки Что если все так падет, то уже к маю никто не сможет их догнать Правда есть еще февральские матчи с Баварией в Лиге Чемпионов Что заставит потерять очки Арсенал И вопрос в том, как конкуренты воспользуются шансом Еще не вполне понятна ситуация с Фордонами Конечно Арсен будет нахваливать своих подобежных Ведь он не враг сам себе Но откровенно говоря, мы ожидаем от нападающего лондонского Арсенала Град Голов Ведь так было всегда, Анри, Адебайор в Анпирсе Непонятно, что хочет француз от своих Фордов Или он надеется, что все компенсирует полузащита Бомбардир нужен команде Вопрос, встанет кто-то из уже имеющихся Или будет кто новый Но повторюсь, темп Канонирю взяли чемпионский А мы посмотрим, будет ли он марафонный Или только небольшой спринт Манчестер Сити В команду пришел новый рулевой Задачи стоят высокие Нужно выигрывать все трофеи Но пока Пелегрини не знаком с реалиями английского чемпионата И отсюда вопрос Как будет действовать команда в решающей стадии Пока мы видим, что Сити разбирает прямых конкурентов в щепке Только Челси умудрился обыграть Но об этом позже А пока на фоне Сити Ни одна из команд верхнего шалона Не кажется боеспособным чемпионом Вопрос в другом Потеря очков Сити Тут, конечно, обидно болельщикам Когда команда не оставляет на поле Тоттенхем И проигрывает Сандерленду или Кардифу Правда, я бы не назвал Сити грозой авторитетов Тут больше домашняя команда Ведь все матчи с прямыми конкурентами Они провели на Этихаде Единственная игра из большой четверки С Челси была на выезде И там умудрились проиграть Когда как поражение от середняков Были тоже в гостях В начале сезона была просто катастрофа Очень плохое выступление за пределом Манчестера Но в боксе Дэй синие начали исправлять ситуацию Набрали форму Вопрос в другом В таком тотальном футболе В зрелищной игре Сколько продлится период пика формы А еще матчи с Барселоной И сказать честно Сити И Арсенал выглядит главными прединвентами Вполне возможно Вылет обоих в лиге чемпионов уже в феврале Уж очень сильные оппоненты И все силы они могут бросить на чемпионат Когда как Челси и Эмью повезло жеребьеркой На таких матчах как Арсенал Бавария и Сити Барселона Я не буду категоричен 50 на 50 Челси Тут Маурини и его талант делают чемпионами Свои клубы Уже видно что аристократов лихорадит Но они единственные кто смогли обыграть Сити Пускай и не без помощи Харта и Настасича Плюс ко всему Жозе начал считать Не просто так он признает силу и форму оппонента И выходит играть откровенно на ничью Или как назвать матчи с Эмью и Арсеналом А потом когда ее футбол называют сухими Аристократы показывают силу на Ливерпуле Который даже Суарес не спас Тем временем Челси третий И от лидера всего Два очка Но тут видится проблема синих Это участие во всех турнирах Плюс учитывая силу Голоцарая Который выбил не кого-нибудь, а сам Ювентус из Лиги Чемпионов Но шансы выбить Челси крайне малы Учитывая состав и то что Мауриньо Находит игру Но силенок заберут немало Вот в этом я не сомневаюсь Просто так Драгба и Снейдер не отдадут игру А это значит что синим придется играть по две игры в неделю Значит потери не избежать Которые есть всегда У Жозе есть такая глубина состава Что может просто не обращать внимания на усталость И давать отдых лидерам Хуан Мата был игроком скамейки Потому он ушел в Манчестер и Натте Какая еще команда может себе такое позволить? Ливерпуль Подобечные Брэндона Роджерса Небольшой аналог Арсенала Они набирают по максимуму середняками Вот только матчи с прямыми конкурентами у них явно не получаются Хуже дела обстоят только у Манчестер Юнайтед Но об этом позже Здесь и видится разница с лонгансами Отсюда и разные позиции в таблице Правда у Арсенала нет Суареса Который уже сейчас бьет рекорды И способен тащить команду по турниру Плюс у красных нет Еврокубков Так что проверка только по матчу в неделю Ливерпуль способен навязать борьбу Команды из низов они научились обыгрывать На очереди прямые конкуренты А мы посмотрим как все закончится Многие соскучились по тому Ливерпулю Который был кубковым бойцом Отлично играл в Лиге Чемпионов И устраивал по 4-4 с Челси и Арсеналом Брэндон Роджерс Это тот человек Который способен вернуть красных большую четверку Вопрос только в том Если Ливерпуль четверки Кто лишний? Манчестер Юнайтед Пойдем немного не по таблице Но без действующих чемпионов никуда Да ведь это Манчестер Юнайтед Кто не верит что они будут до последнего участвовать в борьбе за чемпионство Тот лукавит Да, ушел Алекс Фергюсов И видно что Мойс только знакомится с игроками И узнает их глубину и потенциал Ведь вся молодежь это труд Ферге Но Мойс начинает и подтягивает своих проверенных игроков Филани уже здесь Так шотландец нашел талант Янузая Которому он испытывает доверие Но проблемы и Мью скорее всего связаны не с Мойсом А в том что пришел Дэвид в команду чемпион Где необходимо менять поколение Много возрастных футболистов Да все с характером победителя Но видно что на глазах сдают Фердинанд и Витич Евра не так часто бороздит бровку как раньше Препочитая оставаться в обороне Еще непонятно как Карик пишется Он долголечится а годы его не жалеет На корабле поменялся капитан Но еще нужно сменить паруса И Мойсу предстоит делать перестройку Видно что он не так доверчив к игрокам Сэр Алекс Фергюсона Некоторые замены по ходу недачных игр Не дают в этом сомневаться Не стал бы Алекс менять Карика и Клемерли вместе Да еще и в середине игры Доверился А тут Мойс подается эксперименту Непривычному в Манчестере Вот только шотландец обладает одним качеством Присущим наверное только им Он может довериться игроку который заставит влюбиться его в себя И он ищет Вопрос только в том Будет ли Мью ждать Пока Дэвид будет искать или перетаскивать Эвертон Да и во многом решится судьба Мойса О того как сложится ситуация с Руни Слухи об его уходе и недовольстве Уже крутятся давно И не безосновательно Ведь даже в автобиографии Фергюсона он говорит об этом Ну да ладно Все без спойлеров Манчестер за счет характера может навязать борьбу Даже на два фронта Тоттенхем Темная лошадка про которую в этом сезоне будут говорить Тоттенхем с Боушем и без него Вопрос только в том что на вырученные деньги были куплены многие футболисты А из всех только Сальдата И великолепно проявившийся Паулини играли регулярно Когда как с уходом португальца команда начала закручиваться на датчанине Кристине Эриксоне Он уже забивает безумные голы со штрафных Делает голевые передачи и забивает ключевые голы А что самое любопытное Все эти события уместились в четыре последних игры без Андре Но шпоры становятся командой Вихрь Который играет веселый и авантюрный футбол Который пытался усмирить Андре Вилашбош Но в итоге усмирили его Их игра очень напоминает амстердамский Аякс Который мог поиграть по всем стадиям Афсайдеру Селтику А через неделю обыграть саму Барселону Заслуженно Неудивительно что с отставкой Андре Взору президента Тоттенхэма Сразу пал на Дебора Но голазец отказался И теперь темная лошадка остается загадкой Ведь непонятно как они будут играть дальше Кто станет новым лидером Бэйл ушел И кто такой Тим Шервуд Новый наставник Шпор Действительно получается Что как минимум шесть команд рассчитывают на четверку мест Четыре явно желают побороться за чемпионство Нас ждет пир Которым все может решиться в 38 турах Где гол одного принесет титул одним И разочарование другим О текущем сезоне ВПЛ можно говорить часами Но куда будет интересней за ним понаблюдать И в мае и говорить Ну кто же мог ожидать Смотрите футбол Любите футбол КОНЕЦ